Одиннадцатиклассница Ксения Яныкина с интересом изучает расписание. Каникулы закончились и снова в школу. Но это нисколько ее не огорчает. Учиться Ксения любит. В будущем планирует стать врачом-хирургом. Каникулы по четвертям для нее привычны. Она всегда находит в себе занятия по душе. Во время каникул я либо нахожусь в городе и посещаю различные мероприятия, которые организовывает сам город, либо вместе с родителями путешествую по России. 14-я школа имеет многолетние традиции, хотя и от инноваций здесь не отказываются. Но не в вопросах каникул. По словам директора Виктора Гуськова, который отдал работе с детьми 16 лет, система образования на 90% акцентирована на четвертой вариант формирования учебного процесса. Пока удобнее по четвертому вариант формирования учебного процесса, поскольку, во-первых, это совпадает с общероссийскими мероприятиями, проводимыми в системе образования. Я имею в виду и олимпиадные движения, я имею в виду и всероссийские проверочные работы. Виктор Гуськов уверяет, родители активно участвуют в школьной жизни своих детей. И для того, чтобы изменить время каникул, необходимо обращение именно с их стороны. Но в большинстве своем родители точку зрения педагогического состава разделяют. Это удобно, но уже в дальнейшем можно проконтролировать успеваемость. Потом ребенку, я считаю, так легче адаптироваться. Ну и данные каникулы совпадают с общероссийскими выходными днями. То есть так я могу больше проводить времени с ребенком. В этом году при четвертной системе школьников ждут зимние каникулы с 24 декабря по 7 января, весенние с 25 по 30 марта и, конечно, самые продолжительные летние с 1 июля. При триместровой системе дети уходят на каникулы через каждые 5 недель. Именно так происходит в 16-й городской школе. Мама и по совместительству учитель русского языка и литературы Светлана Коваленко считает эту систему более эффективной. Нет такой вот нагрузки психологической. То есть дети не устают. Естественно, это легче. Кажется, что время быстрее мчится. И вот иллюзорно создается впечатление, что прям вот у них больше времени для отдыха. По мнению директора Ольги Бабаевой, опасения по поводу того, что детям будет сложно включаться в процесс обучения после частого отдыха, не подтвердились. Она признается, многие говорят о сложности школьной программы и перезагруженности детей уроками. По ее мнению, как раз переход на триместровую систему каникул помог их разгрузить. К слову, перешли на отдых 5-1 в прошлом году. И результат не заставил себя ждать. Дети меньше стали болеть. И появилось больше желания, трудолюбие, усердие за эти 5 недель. Не только освоить программу, но и для начального, среднего звена накопить положительные отметки. В то время, как дети неделю отдыхают, у учителей появляется уникальная возможность обмена опытом и повышения квалификации. Также проходит работа по самым разным секциям и дополнительные занятия с учениками. А в свободное время школьники остаются детьми. Ведь за загруженностью, ответственностью перед ЕГЭ и выбором жизненного пути именно детства им сейчас так не хватает. Какую бы систему каникул школа не выбрала, и в том, и в другом случае. В первую очередь, учитываются интересы детей. Равномерное распределение учебной нагрузки возможно при почетвертном подходе и при триместровом. Главное – мотивировать школьников на получение знаний. А это уже зависит не от времени и количества каникул, а от личности учителя. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова